всем добрый день сегодня у нас видео про сосны давно обещанную до сих пор не снятая но рано или поздно все наступает итак у нас тут сегодня торф запас барсика практически не ограниченный собственно сами сосны емкость для смешивания субстрата и вот такие штуки а Так, собственно, смесь сама готова. И что мы сегодня делаем? Мы просто возьмем сосны, расскажем вот эту для начала, и пересадим, точнее посадим ее в рушлаг. Предварительно заполнив его смесью, естественно. Зачем это делается и почему они сажаются в корзинках? Так, японские специалисты, я читала в двух книгах в интернете, они обычно пересаживают их во второй год, некоторые в первый. Они всегда сажают из меньшего дуршлага, то есть вначале они у них раз из маленьких, но не всегда в таких корзинках, в маленьких контейнерах. Затем они их вместе с контейнерами пересаживают в большой. Здесь вот можно, я не знаю, здесь видно на видео или нет, но здесь очень много корешков, которые пытались вырасти, но не выросли, они засыхают, и внутри контейнера формируется разветвленная корневая система, такая очень мочковатая, скажем так. Так, японские специалисты, которые пытаются вырастить, но не выросли, они засыхают, но не выросли, они засыхают, но не выросли, они засыхают. Так, японские специалисты, которые пытаются вырастить, но не выросли, они засыхают. Вот так вот все это выглядит в конечном итоге. Теперь их можно просто поставить, например, куда-то, а можно на период летний-есенний-летний их, скажем, прикопать куда-нибудь в землю. Возможно, здесь они должны дать столько же корней, как и в маленьком контейнере. Ну, естественно, они должны расти немного быстрее, наверное. Собственно говоря, все то же самое мы проделываем с остальными сосенками. Спустя какое-то время, вот что получилось. Все пересажены, каждый в своем грушлаге. Как вы могли заметить, их стало немного меньше. Причиной тому стало то, что прошлой осенью я не обработала их фунгицидом. Я понадеялась на то, что зимовать они все равно будут в помещении и никакие такие грибковые инфекции им не грозят. Собственно, я сильно ошибалась. И весной несколько, где-то штук 5, наверное, да, около пяти сосен, они просто засохли. У них иглы стали коричневые, и сделать было ничего нельзя. Я обрабатывала их несколько раз. Вот, но по сегодняшнему состоянию выживших видно, что они тоже несколько полосели, потому что иголки стали, хвоя стала коричневеть абсолютно у всех. Но кто-то это дело пережил, кто-то нет. Поэтому никогда не пренебрегайте обработками. Может, кончится все это плачевно. Вот, ну, те, что остались, самые стойкие бойцы, они, в принципе, показали неплохой прирост. Ну, неплохой относительно, потому что... Сейчас я покажу вам другую сосну, которая случайно обрабатывалась постоянно, и вот она приросла нормально. Здесь видны новые побеги. То есть хвоя здоровая, зеленая. Вот этот, не знаю, странно так и загнулся. Вот. О лигатуре, когда я буду накладывать проволоку, думаю, следующей весной, хотя в таком возрасте на них можно уже придавать им форму. Вот, но учитывая весенние обстоятельства, то они еще сезон будут расти вот просто без проволоки. И вот сосна, которой повезло немного больше. Это тоже черная сосна. Она старше этих вот товарищей. И она так стояла рядом с соснами, с обычными шотландскими, которые я всегда обрабатываю. И, видимо, на нее попадало все это. И обошлось без эксцессов. Вот, она весной выпустила очень сильные свечи. Вот здесь видно даже уже новые вот такие вот. Вот, то есть прирост был, конечно, существенно больше, чем на ее мелких собратьях. Вот такая она пушистая. Сейчас, я надеюсь, там видно. На зеленом фоне плохо. Так. То есть... Секунду. Вот, вроде бы, видно. То есть, по идее, чем она старше сосна, да, тем быстрее она начинает расти, грубо говоря. То есть, вот даже здесь в толщину, я не знаю, у меня нет, возможно, есть фото, я не помню. А с прошлого года она дала очень существенный прирост. Хвоя здесь, конечно, я не знаю, сантиметров пять, наверное, какая-то, могучая такая. Вот так вот. Причем, заметьте, здесь нет вот этих лысых участков, да, вот, от свечки. Здесь вот новая свеча, она, вот этот промежуток, она полностью вся в хвое. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.